МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За столом семь человек. Вам предстоит кинуть жребий. Именно он определит вашу роль на сегодня. Пятеро составят мирное население нашего виртуального города, которому придется вступить в борьбу с двумя бандитами. И пусть победит сильнейший. Здравствуйте! За столом снова семь человек. Давайте будем знакомиться. И мы начинаем с номера один. Сергей Захаров, начальник автотранспортного цеха. Номер два. Ольга Садаовскини, инженер автотранспортного цеха. Номер три. Елена Черногус, бухгалтер Кировская пожарная охрана. Номер четыре. Литвиненко Ольга, центральный рудник службы снабжения. Номер пять. Юрий Клевченя, инженер управления АТЦ. Номер шесть. Шилыковская Алена, инженер АТЦ. И, наконец, номер семь. Бокована Алена, воспитатель детского сада. И сейчас я забираю у вас ваши имена. У вас остаются только номера. Сейчас здесь появятся карты. Каждый возьмет себе одну и узнает, какая роль ему сегодня уготована. Карты. Каждый узнал, кто он есть на сегодня. И сейчас пора надеть маски, потому что у нас наступила ночь. Если вы мирный горожанин, отдыхайте с чистой совестью. Двое бандитов приоткрывают лица и знакомятся. Спасибо, понятно. Возвращаем маски на место. Их можно снять, потому что наступил день. И сразу перейти к обсуждениям. Ну, давайте бандит скажет, что это я и все. Я мирный житель. Я мирный житель. Не, я точно честный человек. По первой реакции тоже сложно понять. Да, вот, мне кажется, Алена у нас, мне кажется. Давайте, раз он заговорил первые. Вот, вот, вот. А что он мне говорил? Вот, вот, вот. Как было на прошлой игре. Оля у нас, мне кажется, она молчит, 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 молчит. Ну, номер два, молчит. Ну, она так молчит, да? Да, и номер четыре тоже молчит, почему ты ничего не говоришь. Что же ей сказать? Так, номер пять у нас тоже молчит. Нет, я сказал, что по первой реакции сложно понять. Ну, не знаю, вот, посмотрел я за народом, когда карты открывали. Вот, номер три реакция, мне так не понравилось. У нее что, очень счастливое лицо было в тот момент? Смотрите, вот, она, мне кажется, носку снимала, вот, видите, чуть задела вот. Да? Снимала носку. Точно, сдала себе. Не, не, вы ошибаетесь, я вообще мирный житель, еще очень положительный герой. Да? Да. Ну, вот, чувствуется такая вот. Да, да, чувствуется. Да, тут я вот чисто мирный житель. Да, да, да. Нет уверенности в билось. Нет, есть уверенность. Я мирный житель. Не уверенно говоришь. Не уверенно. И голосочек-то дрожит. Вот, если я мирный житель, я говорю уверенно. Я мирный житель. Нам бояться нечего. Мы будем бояться только спать. С Gallery, что у меня два бандиты всегда добившегося. Сработали уже вся. Да, два позиции. Да, номер шесть и номер один. Я так чувствую, нас выгонят. Номер шесть много очень говорить, а номер один стал очень Хотя он обещал вообще ничего не говорить, молчать на этой игре. Если мы будем молчать, мы все тут уснем тогда. Моя беда, что я не посмотрел ни за кем, кто как карту брал. Кстати, да. Это важен? Да. Можно так. Номер пять посмотрел, как номер три берет карту и говорит, о-о-о, тут попахивает. Да-да-да. Незаром человека. Номер два вообще молчит. Этот номер два молчит постоянно. И номер четыре. Не первую игру. Ну, я-то нервничаю, потому что это первая игра. Все бандиты так говорят. Я нервничаю. Я сегодня по другому поводу нервничаю. А номер семь? Что он тоже молчит? Нет, давайте его... Номер семь абсолютно нервный житель. А номер два вы мирный житель? Да. А чем вы докажете? Карту раздавая? Клянусь. Ну, это достаточно. А номер три вы мирный житель? Да, абсолютно мирный житель. Не мирный житель. Номер четыре вы мирный житель? Да, я мирный житель. Не верю. Номер пять. Мирный житель. Да, сомневаюсь, не сомневаюсь. Так, номер шесть. Вы мирный житель? Абсолютно. Я собрала этих мирных жителей. Для чего мы тут такая? Совершенно мирный. Считаю, необходимо объявить начало голосования. И начинаем мы с номера один. Номер три. Почему? Ну, мне интонация вот подсказывает, что... Вот я его не спрашиваю, что номер три вы мирный житель? И она мне так отвечает, что как будто это переодетый бандит. Номер два. Номер три. Какие-то аргументы или просто желание присоединиться? Когда опускала маску, по носу заделаешь. Номер три. Номер три. Я считаю, что это номер один, потому что он очень много сегодня говорит. Номер четыре. Я тоже считаю, что это номер один. Номер пять. Ох, пожалеет. Я считаю, что это номер три, потому что видел реакцию человека, когда он взял карту. Номер шесть. Я думаю... Не знаю, это же... Ну, тоже, наверное, третий, да. Примкнуть к большинству? Да нет, нет, на самом деле чем-то выдается. Вы глубоко ошибаетесь. И номер семь. А я считаю, что номер пять. Он очки здесь снял. Нет, ну не за чисто интуитивно. Команда сделала выбор. Номер три. Вы убиты. Сейчас мы узнаем, кто же вы на самом деле. Карту на стол. Потом можете сказать что-нибудь на прощание оставшихся в живых. И уходя, одному из них отдайте свою карту. И так будет делать каждый, кто нас покидает. В конце игры тот, у кого окажется большее число карт, вернет обратно свое имя и получит право участвовать в финальной битве. Глубоко ошибались. Мимо? Да. Что вы хотите сказать на прощание? Пожелать удачи и поскорее убить этих двух бандитов. Вот я так думаю, что это номер один и номер шесть. Кому вы отдадите свою карту? Дадам карту номеру семь. Пора надеть маски, потому что у нас наступила ночь. Одной рукой мы придерживаем маску, вторую руку кладем на стол. Мирные жители отдыхают двоим бандитам. Необходимо приоткрыть лица и глазами договориться, выбирая жертву. Я начинаю перечислять номера игроков. Бандиты подают мне знак. Номер один. Номер два. Номер четыре. Номер пять. Номер шесть. Номер семь. Теперь черед доктора. Номер один. Номер два. Номер четыре. Номер пять. Номер шесть. Номер семь. Снимайте маски. Наступил день. Торговый центр «Пингвин». Высокотехнологичные товары для дома и офиса, спорта и отдыха. Широкий ассортимент мобильных устройств связи. Все для удобства клиентов. Доставка товаров на дом, поставка под заказ, беспроцентные рассрочки, возможности мгновенного подключения и оплаты услуг мобильной связи, собственный сервис-центр. Мы не обещаем сказочных подарков завтра. У нас уже сегодня волшебные цены. Центр бытовой электроники «Пингвин». Товары самого высокого качества от известных брендов. Ночью бандиты, как всегда, стреляли в одному из мирных гаражан. Единственная надежда на спасение – это доктор. Только он мог уберечь жертву бандитов от пули. Если лекарь выбрал того же человека, что и преступники, значит, кому-то повезло, и счастливчик останется за столом. При этом он не узнает, что был близок к гибели. Если же доктор и бандиты выбрали разных людей, значит, план спасения не сработал, и убийство произошло. Снимайте маски. Наступил день. Что ж, хочу сказать, что ночью доктор не смог вам помочь. Убийство все-таки случилось. Номер один – вы мертвы. Карту на стол. Можете попрощаться и отдать ее кому-нибудь. Подумайте, прежде чем это сделать. Ведь именно тот, кто накопит большинство карт к концу игры, и станет победителем. Убили доктора. Ну, мирные жители остались без какой-то помощи. Мне их жаль. А по поводу, кому отдать карту, вот, отдаю. До свидания, ребята. Очень меткий выстрел. Бандиты убрали доктора. И теперь горожане остались без медицинской помощи. Кстати, преступникам на удивление везет. Уже какую игру подряд им удается вычислить лекаря и очень вовремя избавиться от него. Вы упрощались с доктором и можете продолжать обсуждение. Я считаю, что это два. Я вот изначально хотела. Ё-о-о, что-то меня спутало тут. Это сильно неожиданно. Нет. Мое мнение, что это точно не номер два, это точно не я. Это либо четыре, либо шесть, либо семь. То есть у меня склоняется впечатление к номеру шесть. Да, у меня тоже есть претензии. Нашибаетесь. Так же, как и к номеру пять, впрочем. Я вот выбираю между этими двумя. Пять и шесть. Нет. Я точно нет. Два или четвертый. Почему-то мне так кажется. Номер два что думает? Номер шесть. Ну, конечно. Почему? Я сразу думаю. Шесть, конечно. Бандиты так именно и будут думать. Да? Очень интересно. А номер семь что думает? А я думаю все так же. Номер семь очень загаданно. Номер пять. Уже определились, да? Было между пять и шесть. Переходим к голосованию. Мы начинаем с номера два. А, говорите? Номер шесть. Почему? Ну, слишком много текста. Как бы уводит в сторону от себя. Номер четыре. Шесть. Номер пять. Шесть. Я думаю, что номер шесть делает какие-то выводы, исключая там голосование предыдущих людей. То есть я склоняюсь, что это номер шесть. Номер шесть. Два. Я буду настаивать на этом. Даже если меня сейчас убьют. Номер семь. Ну, я тоже, наверное, скажу номер два. Тем не менее, выбор сделан. Номер шесть. Карту на стол. Вы убиты. Сейчас вы попрощаетесь и отдадите кому-нибудь свою карту. Или карты, если их несколько. И не забывайте, именно их количество потом и поможет определить победителя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Данушка, я желаю вам удачи. Так, а уже как бы все? А уже все? Все, я так понимаю, да? Практически. Два на два остается? Да. Ну, это два и четвертый. Точно. То есть мнения какие? Кто у нас бандит? Два, вот второй и четвертый. Я так считаю. Кому отдаете карту? Номер семь. Прощайте, можете нас покинуть. Остальные надевают маски. У нас наступает ночь. Наступила решающая ночь. За столом осталось четверо. Двое мирных против двух бандитов. И сейчас преступники последний раз прицелятся и совершат убийство. Так что один из горожан не проснется. В общем, засыпайте в страхе. Сейчас я перечислю оставшихся в живых. Бандиты продут мне знак. Кто упадет от их пули? Номер два. Номер четыре. Номер пять. Номер семь. Спасибо, понятно. Снимайте маски. Наступил день. Но этого дневного света не увидит номер семь. Потому что вы убиты. Вскрывайте карту. Сейчас у вас будет возможность попрощаться и отдать свои карты. Помните, тот, у кого их окажется больше, и будет назван победителем. Ваше последнее слово. Ну что, очень жаль, что так быстро игра закончилась, хотелось поиграть подольше. А мнение насчет бандитов все-таки номер два и номер пять. Я все равно остаюсь поиграть. Я все равно остаюсь по сравнению. Отдавайте кому-нибудь свою карту и покиньте нас. Все-все-все. Так. Ну, я там все равно, даже если он бандит. Совершенно очевидно, что наша игра подошла к своему логическому завершению, потому что за столом остались трое, и среди них двое бандитов. Поэтому карты на стул открываем свои лица истинные. Вот они, наши гангстеры. Номер два, номер четыре. Можете сами себе поаплодировать. Оставшийся в живых из мирных горожан номер пять. Отдайте кому-нибудь ваши карты. Так. Ну, как бы не думал, никогда бы не подумал, что номер два является бандитом. То есть, как бы изначально думал, что это мирный житель. Как бы по некоторым эмоциям на лице. Когда она очень удивлялась. Ой, как это удивили ночью. То есть, очень хорошо человек скрывается. То есть, свои три карты я бы хотел отдать, ну, номеру два. Чтобы она выиграла в финале. А сейчас нужно подсчитать, у кого сколько карт и определить победителя. Того, кто вернет себе имя и отправится в финальное сражение. Номер два. Озвучите. Сколько у вас? Четыре. Номер четыре? Только своя. Поэтому совершенно, совершенно логично, что победителем у нас сегодня оказывается номер два, который обретает имя Ольга, и с которой мы встретимся в финале. И вновь мирное население терпит поражение. Удачливые бандиты снова смогли избавиться от доктора, очень быстро обезоружив горожан. И потом с легкостью расправиться с ними. Но, может быть, все-таки мирные жители смогут нанести ответный удар по бандитской группировке? Получится это у них или нет, узнаем ровно через неделю. И сюда снова придут семеро, чтобы отдать мне свои имена и рискнуть жизнью. Когда мы опять расходим рулетку. До встречи.